Некоторые из вас переживают огромный шторм в своей жизни, тяжелую ситуацию. Дьявол пытается отправить вас в нокаут, но Бог послал своего Сына Иисуса, чтобы Он вступился за вас. Он поможет вам пройти эти трудности, Он выведет вас, Он даст все необходимое. Вы послужите свидетельством для других, попавших в такую же проблему. Привет, я Пол. Я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор, неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Я помню, как в 2012 году мы взрослой молодежью поехали в миссию в Мексику. Они полетели первыми, а я полетел один. Моя жена была с командой. Мне нужно было делать какие-то дела в церкви. Когда я долетел до Мексики, все рейсы из этого города были отменены на два дня. А я должен был проповедовать на выпускном библейском колледже. На юге Мексики у нас есть библейский колледж Победа. Я им сказал, что мне нужно добраться в Охаку уже сегодня вечером. Мне сказали, что есть авиалинии, которые доставят меня в ближайший город. Потом можно добраться машиной. Но билет стоит 400 долларов. Я плохо говорю по-испански. Я повторял испанский чуть-чуть. Пикито, пикито. Они смотрели на меня, и я понимал, что говорю на очень ломаном языке. Потом подошла девушка, которая немного говорила на английском. Она спросила, как меня зовут. Я сказал, Пабло. Пабло Догерти. Она сказала, Пабло, я помогу тебе. Ее звали Алехандро. Она сказала, сейчас позвоним кому нужно. У меня не было с собой денег на билет. Я забыл взять с собой кредитку. Она сказала, сейчас мы позвоним, ты узнаешь номер карты, и мы купим тебе билет. Все будет хорошо. Она спросила, где твой багаж. Я сказал, я не знаю. Он был на последнем месте в рейсе. Она сказала, он потерялся в Мехико. Я спросил, где здесь хранят утерянный багаж. Она сказала, на складе, который находится вне аэропорта. Там хранятся тысячи чемоданов. Я сказал, но мне нужен мой багаж. Там все необходимое для поездки. Она сказала, сначала купим билет. Мы купили билет. Рейс через 40 минут. Она сказала, ты верующий. Молись, чтобы мы успели, и ты забрал свой багаж. Она знала, что я должен проповедовать. Она тоже была христианкой. Мы пошли на склад. Там были тысячи утерянных чемоданов за многие годы. Возможно, там до сих пор хранится и ваш чемодан. Она спросила, где он. Я сказал, не знаю. Мы начали пытаться найти мой багаж. Потом она сказала, один человек, возможно, знает, где твой чемодан. Сейчас он придет, чтобы нам помочь. Она сказала, что это надежный парень, и на него можно положиться. Я не шучу. Подходит парень, и на его бейджи написано, Иисус. Хесус. Он говорит, Ола, Пабло. Миномбре, Хесус. Я здесь, чтобы помочь тебе. Я сказал, спасибо, Иисус. Грациас, Иисус. Грациас, Хесус. Хесус. Нашел мой чемодан. И я вам честно говорю, мы успели пройти таможню, и на посадку успели. Иисус провел меня до моего места и сказал, всегда рад помочь. Я сказал, спасибо, Иисус. Думаю, Иисус был там. Я добрался вовремя. Мы провели служение. Бог послужил многим людям, членам семьи, приехавшим на выпускной студентов. Кто не был спасен в тот вечер, принял спасение. На том месте был Бог. И затем начал надвигаться тропический шторм. Мы были в 90 метрах от океана. Тропический шторм превратился в ураган. Третьей категорией. Он сошел на отель, где остановилась наша команда в течение трех дней, затопил его. Воды было два метра. Нам пришлось всем переселиться наверх отеля и тесниться в нескольких номерах. Дьявол хотел нам навредить. Но Бог обратил все ко благу. Мы стали командой по оказанию помощи при бедствии. Мы помогали отстраивать деревни. Когда ураган отступил, у нас было очень много работы. Наши планы изменились. Мы приводили к Христу все больше людей. Мы начали отстраивать дома и церкви. Помогать, разгребать завалы. Я хочу сказать, что некоторые из вас пережили огромный шторм в своей жизни. Дьявол пытался отправить вас в нокаут. Но Бог послал своего сына Иисуса, чтобы тот вступился за вас. Он поможет вам пройти эти трудности. Он выведет вас. Даст все необходимое. Вы послужите своим свидетельствам людям, попавшим в такую же тяжелую ситуацию. Скажите, используй меня, Бог. Когда я думал, что наша миссия здесь окончена, нам еще предстояло доехать на автобусе до ближайшего аэропорта. Путь на автобусе занимал 10 часов. Вдруг группа ополченцев, выступающих против правительства, перегородила дорогу всему транспорту. У них были автоматы и мачете. Они поджигали дороги. Обязательно езжайте в миссию. Это очень круто. Обычно такого не происходит. Это было скорее исключение. Мы были, конечно же, в шоке, потому что ополченцы начали искать среди пассажиров американцев. У них в руках автоматы и мачете. Мы в автобусе склонили головы и молились. Нас было около 30. Мы просили Бога сотворить чудо, защитить нас. Мы стояли два с половиной часа на одном месте в южной части Мексики между Ахака и Мехико. Когда мы начали молиться, внезапно блокада начала рассасываться. Ополченцы начали разбегаться. Правительственные войска прибыли, чтобы расчистить путь. Бог устроил путь, где казалось, нет пути. Но изменили вы свой уровень посвящения. И также нужно изменить свой фокус. Это поможет избавиться от тревоги. Во-первых, нам нужно изменить свое посвящение. Во-вторых, изменить свой фокус. Иисус сказал в Матфея, глава 6, стих 22, «Светильник для тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Вы спросите, при чем тут фокус? Иисус сказал, «На что устремлен ваш взор? На чем вы сфокусированы? То и будет двигать ваше сердце». Вы много смотрите тревожных новостей. Фокусируетесь на негативных вещах. Там затонул корабль, там детей украли, там произошла стрельба. И это будоражит вас беспокойство. Иисус говорит, «Устреми свой взор на то, что есть истинная жизнь». Я не говорю, что мы вообще не должны быть в курсе происходящего в мире. Но если мы полны стресса и беспокойства, нам стоит изменить свой фокус. Пора нам прекратить питать свой разум негативными мыслями и тревогами и начать питать наш дух позитивными вещами. Павел сказал филиппийцам, глава 6, стих 6 и 8, «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Чтобы заменить тревожную мысль и беспокойство, мы перестаём фокусироваться на проблеме и начинаем в молитве отдавать эту проблему Богу. Написано, что только истинно, что честно, что справедливо, что приносит Богу молитву и хвалу о том, помышляйте, размышляйте об истине. Один человек работал на железной дороге. Он разгружал грузовые вагоны. Его звали Ник. Однажды вечером он разгружал вагон с морозильной камерой. Дверь захлопнулась. Он оказался внутри. Он начал стучать и громко кричать. Смена его сотрудников закончилась, и они направились домой. До следующего дня там никого не было. И на следующий день они должны были прийти и проверить все вагоны. Если он выживет в морозилке, то спасётся. Он начал думать о том, что температура в морозильной камере ниже нуля. И он замёрзнет до смерти. Он начал думать о самом страшном, о том, что он никогда не выберется оттуда. И там он умрёт. Там он встретит свою кончину. И он нашёл картонку, на которой начал писать то, что хотел сказать своим близким, когда его найдут мёртвым. Он написал, «Я умираю». Это самый последний вечер на земле. Я хочу, чтобы мой сын знал, что я люблю его, и мне жаль, что я ухожу вот так. Он также написал о своей любви к жене. Его нашли утром мёртвым. За ночь он замёрз до смерти. Но интересно, что когда работники проверили температуру в вагоне, оказалось, что там было 17 градусов тепла. При такой температуре легко выжить. К тому же кислорода там хватало. Ваши мысли могут сотворить ложную реальность. И если вы поверили в то, что умрёте, вы посылаете своё тело в состояние истерии, где столько страха, что вы верите в свои мысли, хотя это и неправда. О чём бы вы ни беспокоились, в этом зале есть свидетельство, как Бог вмешался в ситуации матерей, отцов, студентов, пожилых, разведённых. Бог отвечает всем, кто просит Его о помощи. Он ответит всем, и вам обязательно ответит. На чём вы сейчас фокусируетесь? Что вызывает вас стресс, напряжение, страх и беспокойство? Чем вы себя наполняете? Над чём фокусируетесь? Примите решение не смотреть новости на этой неделе. Сделайте перерыв от негатива. Если вы верите, что это послание от Иисуса, постарайтесь на этой неделе держать свой взор на истине. Пусть ваши глаза будут полны света. Посмотрим, изменит ли это ваши эмоции и состояние сердца. Когда вы тревожитесь, вы гораздо более вспыльчивы и не можете сдерживаться. Люди в стрессе всегда как на иголках. Если вы напряжённый человек, с вами не так легко иметь дело. Стресс крадёт у вас радость. В 19 веке жил комик по имени Джоу Гримальди. Он был известным комиком, хотя тогда ещё не было телевидения и фото. На афишах было только имя и приглашение прийти на шоу Джоуи. Он боялся, что его шутки устареют к концу его полугодичных гастролей, и люди перестанут смеяться. Он только зависел от аплодисментов, настолько сфокусировался на своей карьере, что был полон беспокойства и тревожных мыслей. В мемуарах он писал, что тревожность делала его внешне в два раза старше, чем он был на самом деле. Его жена сильно за него переживала. Она сказала, «У тебя сильный стресс. Ты постоянно беспокоишься. С тобой совсем не весело. Хотя ты комик. Дома ты постоянно в депрессии. Ты постоянно думаешь о том, смеются ли люди над твоими шутками. Думаю, тебе нужно показаться врачу». Так он и сделал. Он рассказал врачу о своих постоянных тревогах. Врач спросил, «Сколько вам лет?» Когда тот ответил, врач удивился. «Вы выглядите в два раза старше. Ускоренное старение. Знаете, что вам нужно? Вам нужно пойти послушать одного комика. Он приезжает в ваш город. Вам реально не помешает посмеяться. Вам нужно пойти на шоу Джоуи. Он скоро будет в городе». Он сказал врачу, «Я есть Джоуи». Многие люди в таком стрессе, что стареют быстрее положенного. У Иисуса есть лекарство для вашей тревоги. Если вы сфокусируетесь не на проблеме, не на том, получите вы работу или нет, женитесь или нет, будете зарабатывать достаточно денег или нет, но если ваш взор будет направлен на упование Бога, если доверитесь Ему и будете делать свою часть, а он свою, вы сделаете то, что зависит от вас. Но доверяете Богу то, на что вы не в состоянии повлиять. Иисус сказал в 7 главе Матфея, что это часть народной проповеди. «Простите, и дано будет вам. Ищите и найдите. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Третье лекарство – тревоги. Измени свой поиск. Измени то, что ты ищешь, к чему стремишься. Итак, первое – измени свое посвящение. Второе – измени свой фокус. И третье – измени свой поиск. Если вы хотите избавиться от тревоги, стресса и беспокойства, измените то, что вы ищете по жизни. Иисус сказал, «Просите Меня, ищите Меня, и найдете Меня. Стучите в двери радости, и откроются для вас, в двери мира и покоя, и они откроются. Перестаньте искать в своей жизни удовольствий, денег и славы, думать о том, как вы выглядите в глазах других, о том, получите вы повышение на работе или нет, перестаньте беспокоиться о ваших детях и о том, добьются они успеха или нет. Чтобы изменить объект вашего поиска, начните искать Иисуса, и вы найдете Его. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, имеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него Бог хочет даровать вам радость, Он хочет давать вам мир, даровать вам надежду. Бог желает позаботиться обо всех наших нуждах, но вам нужно изменить то, что вы ищете в жизни. В 2013 году я ездил в миссионерскую поездку с мамой и женой. Мы были за границей. Сегодня утром мне прислали фото шестилетней давности, напоминаний в Фейсбук о том, что было в тот день шесть лет назад. Мы были на миссии, это был 13-й год. Я вспомнил это фото. Я знаю, почему мы тогда молились, о чем молились, и я знаю, что я тогда ощущал. Я и мама в то утро должны были проповедовать в разных церквях, но мы молились не о проповеди. В моем сердце было столько тревоги, стресса и беспокойства, и я не мог это контролировать. Я просил Бога вмешаться, помочь мне. Мы просили Бога явить свою милость, сотворить чудо. Я не знал, что сделает Бог. Моя мама ощущала мое напряжение. Она увидела меня, подошла и схватила меня за руку. Она просто начала молиться. Моя мама — молитвенный воин. Кто из вас благодарен Богу за пастор Шерон Догерти? И она начала молиться за меня. Когда начала молиться, пришел мир. Я не знал, что ожидает нас в этой ситуации, о которой мы молились. Но вдруг я осознал внутри. Бог все устроит. Я не знаю, что будет в моем будущем, но я знаю, в чьих оно руках. Бог держит в своих руках весь мир. Поэтому все будет хорошо. Когда она закончила молитву, я ощутил такой мир. Проблемы не исчезли. Я хочу, чтобы вы знали, что Бог не обещал нам жизнь без проблем. Но Он обещал, что нам не нужно о них беспокоиться. Мы не должны пребывать в стрессе. И, кстати, в такой ситуации Бог вмешался и совершил невероятное. Я помню мой первый год в качестве пастора Церкви Победа. После каждого служения я бичевал себя. Никто не вернется в следующее воскресенье. У меня ничего не получится. Я буду просто ужасным пастором. Я был полон тревоги. Постоянно был в стрессе. Когда приносили отчет о финансах в церкви, мои эмоции скакали, как на качелях. О, сможем ли мы оплатить все наши расходы? Получится ли Он у нас? Но прошло 4 года, и Бог верен. Бог так благ нам. Он обеспечивает нас, защищает и избавляет нас. Никакое оружие, сделанное против нас, не будет успешным. Никто, восстающий против праведного, не устоит. Бог держит вас в своих руках. Я знаю сейчас, у вас что-то беспокоит, вы в стрессе. Вы говорите, «Пол, ты не знаешь мою проблему. Ты не знаешь, с чем нам пришлось столкнуться». Возможно, моего сына посадят. «Пол, я не знаю, что будет с моим браком. Мой муж может уйти от меня. Я не знаю, что именно вас тревожит, но я знаю, что о чем бы вы не беспокоились, в этом зале есть свидетельство, как Бог вмешался в ситуацию матерей, отцов, холостых людей, студентов, пожилых, разведенных. Бог отвечает всем, кто просит его о помощи. Он сражается за всех. Если вы стучитесь в дверь, вам отворят. На прошлой неделе я говорил с одной женщиной. Она директор департамента образования. Нам с женой выпала возможность послужить разным политикам и руководителям Доминиканской республики. Будучи на миссии, эта женщина хочет сохранить христианские ценности в школах. Ей угрожает. Она руководит школами в Доминикане. Многие директора хотят превратить их в либеральные. Они берут пример Соединенных Штатов. Говорят, хватит уже учить христианских ценностей. Она сражается в нелегкой битве, накануя ее работа. Она очень сильная женщина, но ее одолевает стресс. Пастор церкви сказал мне, она не тратит время попусту. Это очень серьезная женщина. Надеюсь, у тебя есть что сказать. Я сказал, не совсем не давите на меня. Он сказал, скажи что-то хорошее, помолись и все. Но я понимал, что Бог хочет что-то сказать через меня. Я вошел в ее офис, она сидела за столом, в два раза старше меня. Но Бог сказал мне, что я начал ей пророчествовать. Я сказал, я хочу, чтобы вы знали, что Бог на вашей стороне. Он сражается за вас. Он не против вас. Потом Бог сказал, напомни ей о Моисее. Я спросил, вы знаете историю Моисея? Она сказала, знаю. Вы знаете, что Бог сказал ему, я пойду впереди тебя и позади тебя, и египтяне не смогут тебя остановить. Я не заложу врагов твоих и буду сражаться в твоих битвах. С тобой будет облако днем и стол огненной ночью. Я поведу тебя и направлю тебя. Божья милость будет с вами в каждом вашем шаге. Она начала плакать, я сказал, Бог с вами. Он идет впереди вас и прикрывает вас сзади. Он позаботится о тех угрозах, которые сыплются на вашу семью и на вашу жизнь. Она была вся в слезах. Пастор сказал мне, давай, продолжай. И я просто начал пророчествовать. Я ощущал ее тревожность. Начал молиться. И я ощущал, что стресс отступает. Иисус сказал, придите ко мне все отруждающиеся и обремененные, и я дам вам покой. Петр сказал, все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас. Я думаю о том моменте, когда ученики были в лодке. Глава 4 Марка внезапно поднялся шторм. Они в лодке среди моря. Иисус спит в лодке. Ученики видят самую страшную бурю в их жизни. Молнии и гром. Бушуют волны. И они не уверены, что выживут. Они в полной панике. Они будят Иисуса. Мы тут погибнем. А тебе дела нет. Спаси нас. Разве тебе недороги наши жизни? И мне нравится то, что Иисус сказал. Что вы так напуганы? И почему так тревожитесь? Маловеры. И Он запретил ветру и волнам. Он сказал, умолк, не перестань. И буря успокоилась. И они спокойно добрались до берега. Иногда нам приходится переживать непонятные обстоятельства, сталкиваться с трудностями, когда поневоле в сердце стучит тревога. Мы задаемся вопросом, получится ли у меня? Буду ли я хорошим папой? Все ли будет в порядке с нашим браком? С нашими детьми? Смогу ли я выбраться из этой болезни? Но я здесь сегодня, чтобы передать вам слово от Господа. Не тревожьтесь. Бог сражается за вас. Он на вашей стороне. Бог с вами и за вас. Даже во время шторма Он с вами в лодке. Какой бы ни было ситуации, Он всегда с вами. Я надеюсь, что это послание вдохновило вас и напомнило вам, что Бог за вас и с вами. Он любит вас. Он знает, сколько волос на вашей голове. Не нужно тревожиться. Не нужно бояться. Бог присматривает за вами и печется о вас. Я хочу вам сказать, что то, что вы услышали в проповеди, правда. Всякий раз, когда я беспокоился и был в тревоге и стрессе, это не просто не добавило мне часов к жизни и не добавило роста. но беспокойство украло мою радость жизни в доверии Богу, имея веренность в том, что Бог обо всем позаботится, что мое будущее в Божьих руках. И я приглашаю вас начать жить без тревоги и беспокойства. Во мне обязательно постоянно жить в стрессе. Повторите эту молитву за мной. Иисус, я весь твой. Бог, я отдаю тебе все мои тревоги и беспокойства. Делай, что ты хочешь в моей жизни и помоги мне не тревожиться. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что после того, как вы услышали эту проповедь и помолились этой молитвой, Бог поможет вам жить без тревоги и стресса и каждый день выбирать доверять Его плану, Его присутствию и Его силе. Как церковь, мы хотели бы послужить вам. В Церкви Победа мы верим, что мы не просто толпа, мы семья. Мы поддерживаем друг друга. Если вы будете в Талсе, приезжайте к нам. Мы сделаем все, чтобы вы почувствовали себя как дома. Также на сайте вы можете посмотреть онлайн-трансляции Божьих благословений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»